Макс Фрай Ветры, ангелы, люди Хорошая жизнь Быть василийском сиротой с младенчества, лишенным присутствия старших, а значит знание о себе и об окружающем мире, которое они могли бы передать. Жить в подземелье, есть драгоценные камни, не знать о себе ничего, ни о птичьей голове, ни о змеином хвосте, ни о прекрасных жабьих глазах, ни о способности убивать взглядом, ни о смертельной опасности, которую сулит петушиный крик. Думать, что тьма пещеры — это и есть весь мир, а огненный хохолок на твоей макушке — единственное светило. Быть вполне довольным таким мироустройством — все на месте, ничего лишнего. Да и сравнивать не с чем. Быть василийском, жить в подземелье, есть драгоценные камни, не знать о себе ничего до тех пор, пока твой покой не нарушит хитроумный каторжник-смертник, вызвавшийся сразиться с тобой ради обладания камнями и металлами, чью ценность хорошо понимают люди, о существовании которых тебе, впрочем, не было известно до этого дня, и даже воображение никогда не порождало подобных химер, какой в них прок. Быть василиском, жить в подземелье, не знать о себе ничего, впервые в жизни услышать шум, впервые в жизни растеряться, пойти поглядеть, что там происходит, увидеть ослепительный блеск серебряной амальгамы, а потом внимательно глядящие из темной глубины зеркала сияющие жабьи глаза. Заглянуть в них, узнать себя, прозреть навсегда. Рассмеяться тоже впервые в жизни, тоже навсегда. Стать смехом, золотым светом, движением и любовью. Стать всем. Быть василиском, жить в подземелье, не зная, что это — небытие. Встретиться с собственным взглядом и умереть, зная, что это и есть рождение. Такая хорошая жизнь. Из лоскутков и стряпочек. Шел, потому что если упасть лицом снег, ничего не изменится, только станет мокро и холодно. Еще холоднее, чем так. Не останавливался, потому что понимал, если вот прямо сейчас я настолько раздавлен и безутешен, каково мне придется, когда, вместо того, чтобы внимательно смотреть под ноги, загляну в свою темноту, где воет и мечется жалкое перепуганное существо, то, которому недолго осталось, которое скоро уйдет насовсем, заберет меня вместе с собой, потому что оно — это я. Не оглядывался по сторонам, потому что невыносимо видеть разрумянившихся от мороза, предвкушающих скорое Рождество, веселых, здоровых, а значит, почти бессмертных туристов из жителей города Хельсинки, куда приехал, сказав Машке, просто открыть визу, а на самом деле, конечно, чтобы отвлечься, не думать, не кидаться на стены в ожидании приговора. И действительно, вполне прекрасно провел здесь целых два дня, и еще примерно треть третьего, пока приговор не был оглашен, из телефонной трубки. Как и договаривались после обеда, во вторник, двадцатого декабря. Никогда прежде не молился. В храмы заходил изредка, из любопытства, как экскурсант, поэтому полагал, что сейчас не стоит и начинать. Если Бога нет, все равно не поможет, а если все-таки есть... Субтитры создавал DimaTorzok